Лапы, ёб твою мать! Что это такое? Ты кто? Что? Что это за сосущая, кровососущая? Кто это? Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Тилька Плейм. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Alone in the Dark. У нас с вами четвертая глава Дерсета. Я посмотрела в игре вроде бы как 5 глав, так что думаю, что скоро еще одна игра добавится в нашу копилочку с вами. Ну а пока что мы продолжаем кайфовать от этой игры. По крайней мере, продолжаю кайфовать я. Не знаю, как и вы, но я такое люблю. Значит, в прошлой серии мы с вами попали в кабинет вот этого дядьки. Я давно не записывала эту игру, поэтому я немножечко забыла, что у меня по целям. Так, найдите набросок Грейс. Замолчи. Пробородите через барьер самообмана. Загляните в пустую комнату, ищите сокровища на рисунке Грейс. Ага. Ну все, вроде бы все стало понятно. Пойдемте. Сейчас надо будет немножечко вспоминать, что тут как бы делать. Но ничего страшного. В общем, в любом случае, усажьтесь поудобнее. Мы с вами начинаем играть. У нас с вами есть какие-то ключи. Сейчас будем с вами бегать здесь. Так, я что-то по кругу хожу. Простите, пожалуйста. Извините, извините. Значит, какая-то пустая комната, какие-то рисунки Грейс. Грейс это маленькая девочка. Значит, это нам дается подсказка. Что мы должны пойти в то крыло, где находится комната этой девчушки. Ой, а тут что-то все уже гнилью опять поросло. Если я не ошибаюсь, по-моему, это с вот этой стороны тогда получилось. Ой. Что-то не нравится мне, что происходит. Во-первых, у нас есть кусочек Франции. И мы нашли с вами карту. Карта Карибов. Презент. Внезапно. И бутылочку с алкоголем. Комната девочки, она получается вот. И здесь какая-то загадка. Загадка с рисунками, которую нужно решить. Джек из коробки. Ключ от холла. А мы, кстати, не нашли рисунок с вами. А нам нужен рисунок. А где его найти? Какой-то холл один у нас есть. Ключ с вами. Вот так вот, прикиньте. Мы еще должны и рисунок найти этой маленькой девочке. А хрен его знает, где она его раскидала. Понимаешь, что это мелкая соска? Она может где угодно там бегать, играться. А-а-а. Подождите. У меня есть идея, куда можно присунуть этот ключ. Я поняла. Смотри. Помните, у нас вот здесь вот были закрытые всякие двери на чердак, на вот это вот все. Мне кажется, что в теории, в теории, это может быть где-то здесь. Но чисто в теории. Я сейчас буду тыкаться, мыкаться. Окей. Вот, смотри. Вот здесь мы выходим, получается, с вами тогда на лестницу. И попробуем открыть вот здесь вот на лестничной клетке. Да, епта твою мать, подожди. Где эта лестничная клетка? Я уже запутала здесь такая здоровенная вот эта вот психушка-акопансионат, что тут очень можно просто забыться, потеряться. Да ладно. Вот, по-моему, если я не ошибаюсь, это было наверху. Закрыта какая-то дверь. Или внизу. Слушайте, значит внизу. Ну, простите, я просто правда забыла, не играла вот, наверное, неделю в эту игру. Я что-то записала сразу наперед. Намонтировала, а потом что-то в другие игры играла. Поэтому как бы да. Подзабыла. Вот, я думаю, вот эту дверь мы сейчас сможем с вами открыть. Вот, ключ от лестничной клетки. Угу. Вот она наша новая локация. Спускаемся с вами в какие-то подвальные полупомещения. Я так понимаю, что где-то здесь... Ой, это что такое? А что это тут все как-то в мазне какой-то кровавый непонятный? Что-то мне кажется, они от меня скрывают. Красная дверь... О-о-о-о, ребята, это что у нас, морг? Вот это уже больше похоже на психушку, хочу вам сказать. Вот, и это уже психушечка, да. Козел отпущения. Спасибо. Да, отпустим мы козла. Слушай, ой. Нет, нет, умоляю, отпустите меня. Он знает. Я не могу говорить. Он услышит нас. Ключей у меня, естественно, нет. Блин, ну как-то тут стрёмненько, хочу вам сказать. Я бы прям сказала, неприятно. Заметки о рентгенографии. Господи. Пациент Джереми Хартвуд. Это вот как раз-таки наш главный герой, которого мы пытаемся спасти. Клиентка, собственно, наша, его сестра. Череп Джереми оказался трудно запечатлеть надлежащим образом. Самым действительным стали частичные рентгенограммы. Полное изображение мозга можно собрать со дней в три снимка. Даже когда смотришь на собранную версию, значительную часть мозга Джереми закрывает какая-то тень. Возможно, это опухоль, но, скорее всего, подводит оборудование. Джереми Оста отреагировал на снимки и утверждал, что его воспоминания съедает и вытесняет гигантский глиняный червь. Заметки. Хоть эта процедура не приблизила меня к ответу ни на шаг, я уверена, что лоботомия по Бурхарду отсечет все необходимые части. Ой, вот это вот те года, когда любили все делать лоботомию. Последнее средство. Гипотетическая психохирургия основана на идениях Бурхарда и исследованиях в Санкт-Петербурге. Может спасти жизнь Джереми. Разрыв связи вокруг лобной доли решит большинство психических проблем. Процедура будет жестока, как в исполнении, так и в эффективности. Нож для колки льда. Проткнутый через край глаз в череп рассечет нервы, так же, как и Александр рассек Гордиев узел. Поскольку после этого состояние Джереми станет совершенно другим, этот вариант нужно рассматривать самым последним. Медицинского инструмента, который понадобится для так называемой лоботомии, у нас нет. Нужно попросить Уитса заказать новый. Ужас, ужас. Не хотела бы я. О, как раз вот он, предохранитель. Ключевый предмет. Ага, а сюда нужна вот эта вот штучка. Ключ от операционной. Замечательно. И один из снимков. Я так понимаю, нам нужно собрать несколько снимков. Так что сейчас будем с вами ходить. Слушайте, мне не нравится здесь находиться. Атмосферка здесь такая. Гнетущая. Есть, да, вот что-то такое неприятное здесь. Утки вот эти. Вот уже вот ощущается вот здесь вот. А то до этого мы как будто реально в пансионате или в санатории в каком-нибудь. А теперь уже все. Уже прям полноценная психушечка. Подожди, брат, но у меня же есть ключ. Может быть мы дернем ключ? Или мы вот сюда можем? Давайте попробуем. Ключ от операционной. Ох, это здесь типа Джереми пытались сделать лоботомию. Лоботомию? Смотри, там что-то на полу валяется какой-то магнитофон. И мы нашли еще один предохранитель, да? Замечательно. Не откажусь. Да, я понимаю. Я тоже как бы не откажусь. Но вопрос, куда эти предохранители засовывать? Учитывая то, что здесь происходит. А, все, меня закрыли. Как великодушно с вашей стороны. Не, ну тут как будто бы они не ссувались нигде. Включить электричество, чтобы изучить рентгеновские снимки. А, вот так. А-а-а. Ну и... Это было изи. Так-то лучше. Рентгеновские снимки. Раз. Два. Мне их, наверное, нужно сейчас соединить. Я так понимаю, да? Ой, выбрать рентгеновский снимок. Разместить, вращать. Ну смотри, учитывая, что вот это вот верхняя корочка мозга. Мы ее должны разместить с вами вот так. Дальше. Я так понимаю, что следующая доля это вот это. Или нет? Или это продолжение вот этой вот? Да, наверное, все-таки вот так, смотри. Дальше. Вот это, наверное, это вот так. Блин, да как это должно работать? Вот, пациент. Пациент, наверное, вниз. Вот. Их, наверное, надо соединить каким-то образом. Типа из разряда вот так, что ли? Ой, фу, что это? Тьма Джеремия. Похоже на улитку какую-то. Но теперь она у меня есть. И что мне с ней делать? Что мне делать с этой тьмой? Может быть, это какой-то ключ? Может быть, я что-то где-то открыл? Какую-нибудь дверь? Тьма Джеремия, прикинь. Вот так вот. Нашли мы с вами, не пойми, что. Куда это сувать? Что с ним делать, тоже непонятно. Инструкции. О, господи. Ча начнется. Здесь. Вода потекла. Ой, почему все никак не прекращается? Что же мне делать? Бежать! Бежать как можно выше. Мой хороший. Не хотелось бы тут захлебнуться. Учитывая, что водичка-то течет. Ой-ой-ой, напряжение-то. Это что такое? Ломай! Бежим. Бежим, бежим, бежим. Давай, мой хороший. Давай, в топе. Еще раз. Бам. Прошел здесь. Давай, попка у тебя. Жопку вжал. Животик вжал. Побежал. Вот так вот, быстренько выходим отсюда. Все, все будет... В смысле, закрыто. В смысле, за... Ой-ой-ой-ой. Главное, что у меня есть лодка. Че? О-о-о. Не думаю, что это хорошая мысль. И вот мы с вами здесь. А вот мы вернулись. Самое время тут все смотреть. Это... Этот самый наш, да? О, тут петля. Петлю что-то повесить надо? Надеюсь, не меня. Я против такого. Мы хотим пожить-пожить. Кусочек мозаики. Презент. Спасибо. Кстати, ни разу не читала вот эти вот описания вот этих вот презентов, коллектаблов. Они там что-то раскрывают как-то дополнительно, но нам это неинтересно. О! Таблеточки пригодятся обязательно. И тут какой-то стоит сундук. Это Джереми, кстати, сундук. О-о-о. А вот тьма Джереми. И мне ее сейчас нужно сопоставить? Шесть. А как она работает? Допустим. Все? Господи. Теперь какие-то цифры я должна здесь ввести, да? Ну-ка, подожди. Цифры. Шесть, четыре, один получается. Давай. Шесть. Четыре. Эй, четыре. И один. Подсказочка нам дана. Хорошо. Сейчас что-то опять поменяется. Что-то опять изменится. Как будто бы вода потекла где-то, да? Ой. Серьезно? И вот мы опять с вами оказались не пойми где. Нет, это же ведь... Тут прятался Джереми, верно? Эй! Тут кто-нибудь есть? Джереми, мне нужна помощь! Постойте, вы меня слышите? Я застрял в грязи. И бою забирает меня. Джереми, где вы? Мотор заглох. Я не могу ничего сделать. Держите, Джереми. Я что-нибудь придумаю. Я заведу это корыто. Ну вот, мы с вами попали в круизный лайнер. На круиз, ребят. Хотели попасть в круиз? Вот он. Наслаждайтесь. Круизный лайнер, все дела. Здесь сейчас, наверное, будут монстры, мои любимые. Сто процентов. У меня весло есть с собой? Да, аккуратнее ты так, господи. А может быть, их здесь и не будет? Что им тут вообще делать, правильно? Нет, все-таки будут, наверное. Раздали нам патроны. Думаю, что все-таки ребята здесь какие-то будут. А иначе какой смысл здесь? О! Лапы, ёб твою мать! Что это такое? Ты кто? Что? Что это за сосущая кровососущая? Кто это? Фу! Что это за жук? Фу! 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 И где он? Ёб твою мать! Нихера себе! Жук! Сделал мне какой-то кусь, какой-то клоп прибежал. Меня немного подсосал. Ужас. Мне такое не нравится. Не круто. А сюда вниз... Ух ты ж, ё-моё! Вот это там пробоина. Блин, мне не нравится, что здесь жуки. Катер намертво застрял. Если я сумею записать двигатель, то смогу что-то сделать. Я не знаю, что, но что-то, да. Что-то ты успеешь сделать. Давайте вот тут по кругу сейчас сбегаем, посмотрим. Да ладно, серьезно? Закрыто. О, ребят. Так, мне не нравится это открытое место. Давай возьмем дробовик. На тот случай, если будет какая-то капсда... А она 100% будет. Я чувствую. Я предчувствую жопу в этих джунглях. Что-то здесь сейчас будет нехорошее. Джереми, ёпта, ты где? Сломанный компас. Яйца. Смотри. Тут огребанные яички этих некроморфов. Подожди, а почему я не могу далее пробраться никуда? Там вон лестница, значит я как-то могу туда пробраться. А почему я не понимаю, как это сделать? Что-то как-то, может быть, где-то открылся какой-то проход, или я что-то не заметила. Значит, получается, нам нужно подняться выше. На один ярус. Правильно? Вот, на палубу, значит. На палубе, скорее всего, сейчас будет заруба. Или с жуками, или с монстрами. Ну, либо монстры что-то сегодня спят. На всякий случай, вот здесь вот бегаем, проверяем. Всякие секретики и прочее. Пока вроде бы ничего не предвещает беды. Пока относительно все спокойно, но что-то как-то у меня чувство тревоги меня не покидает. Проберитесь в машинный отсек под палубой. Да сейчас проберемся. Сейчас, дайте я сначала посмотрю, что тут у нас. А потом проберемся в ваши машинные отсеки. О, это что, два разных пути? Слушай, реально два разных пути, как идти. До машинного отсека. Блин, мне не нравится. О, смотрите-ка. Ах ты, сучка. А, ну живой еще? Да в смысле? Сраный жук! Сюда иди! Боже, серьезно? Сраный жук? Давайте меня убьет сейчас сраный жук. Сраный жук. Песец. Меня убьет сейчас сраный жук. Закусит, как закуску. Жучиня, епта. Вот тебе прикол. А все? Аптечек-то больше. Тю-тю. Прикинь. Жучиня. Вот так вот. Отжучинились. Так, это сокращение на вот эту палубу, да? Если что. Ну, пошлите вот здесь добежим, посмотрим, что тут у нас. Здравствуйте. Что у вас тут интересненького? Аптечечки, может быть, возьмем кувалду, пригодится. А аптечек тю-тю. А аптечек нетю. Тут топоры. Может быть, вот здесь аптечечка? Слушай, ну как-то... Кирова. Слушайте, ребят, ну... Честно, я не знаю, как нам лучше пробраться. Вроде бы как мы нашли с вами дырку. Да? А вроде бы как у нас есть вот эта вот штука. Как думаете? Ну, давайте на корабле. Мне кажется, на корабле интереснее. А, лебедка не работает без электричества. Все. Тогда вопросов больше нет. Тогда нам нужно вот сюда с вами прыгать. Ох, сейчас мы с вами без этих самых... Это маленький? А, он мертвый. Боже, жуки меня три. Перезаряжайся быстрей. Да камон ты, пиписька клещевая. Хорош до меня напрыгивать, господи. Уйди отсюда! Куда упрыгает эта блоха? Фу! Мерзотная мразь. Прыжит, как сайгак. Бледная маска. Обосраться. Вы мне лучше бы патроны бы дали. А то тут эти жуки... Вообще ни в какие ворота не лезут. И нахрен... И нахрена? И зачем? А, может быть, я где-то здесь смогу спрыгнуть? Не? Не получается у тебя? Может быть, вот эта дверь откроется? Я немножечко в такой, в легкой растерянности сейчас... Аааа, вот это? Ну охренеть вообще! А если бы я это не заметила? А если бы я это не увидела? Прикинь бы, сколько бы я тут бегала. Блин, ну хрен заметишь эту херню? Фонарик включи. Конечно, не могу сказать, что тут прям дохрена че видно. Наверное, тут опять эти клопы сейчас будут сосательные. Потому что, мне кажется, в таких вот влажных местах клопы и обитают. Куда дальше тут идти? В щелочку, да? Пошли в щелочку залезем с тобой. Мы ж любители лазать по щелочкам. Хлебом не корми, дай по щелочкам полазь. Сюда нужно налить какое-то топливо. Топливо, разумеется, у нас тю-тю. Пустая канистра, ключевой предмет. Замечательно. Сможем налить уже где-то бендик. Вопрос, где найти этот бендик? Во-первых, надо перекрыть переключатель, чтобы мы могли с вами дальше пройти. А то аж паришься, потом вот это вот лечи. Делай вот эти вот там всякие намазки, примазки. Я так понимаю, что бензин у нас здесь. А если в этой канистре пусто? Нет. Все, есть. Есть прогресс. Я все надеюсь найти или патроны, или напиточек. Прекрасно. Хорошо, что здесь нет жуков. Наверное, жуки в таких местах не обитают все-таки. Воняет нафталином вот этим. Заполняем. Так, и запускаем генератор. Да будет свет, сказала я. А как отсюда теперь уйти? Обратно? Ну все, пошлите, нас ждет с вами лебедка. Мы ее с вами починили. Мне кажется, сейчас появится куча монстров новых. Как бы клопы это было так. Разминочка, чтобы мы сильно не расслаблялись. Почему все в крови? Я не понимаю. У какого-то жука месячные пошли? Или что это прикол? Музыка какая-то играет. Тут что, карнавал? Ебать! Костя! Костя! Заткни хлебало свое, жук! Бля! Бля, ты че? Жук, сука! Ой, бля. Еба жуки живучие. Заткни хлебалу. А че жуки такие живучие? Кто-нибудь мамочке объяснит? Так, давайте попробуем пробежать. Жук, иди в жопу. Жук, пошел в жопу. В жопу иди, жук. Пускаем лебедку. Жук! Блин, да охренеть их там жуков. Ты видел, сидит? Не, нафиг. Лучше... А-а-а! А-а-а! Они прям со всех сторон. Блин, я, наверное, раз чепушила их осиное гнездо, и они теперь сейчас будут мне мстить. О, май гад. О, май гад. Ладно, я не боюсь. А-а-а! Ха-ха-ха! Там вон мальчики сидят, красивые. Так, а как там краса было? О, видишь, сидит. Давайте я его попробую замочить. Ну, просто вот так. Пошел нахер! Лежать, сучка! Лежать! Да еба! Ты сдохнешь сегодня или нет? Лучше на всякий случай не шуметь здесь. Кир знает, сколько их тут. Вон, еще один. Видишь? У-у-у-у! Сказала она, лучше не шуметь. А патронов все меньше и меньше. А этого нет у нас. Возьму себе лопату. Потому что лопата самый классный предмет. Так, пока ничего не будем здесь делать. Пока мы не пополним с вами патроны. Пока мы не пополним с вами боезапас, ХП и все такое. Потому что хрен его там знает, что у нас будет с вами ждать дальше. Какая битва, какая бойня. Так, что тут можно было? А, это камень. Слушай, нам надо куда-то вот сюда вниз. Так, еще одна лопата. Нам оно не надо. Здесь все. Вот, патроны. Дисковый магазин. Зашибись. Как раз перезаряжаем Томпсона тогда. Еще Патрике. Для дробовика перезаряжаем. Возможно, сейчас будет какая-то заруба. Поэтому давайте мы сделаем... А, нельзя сохраниться? Are you serious? Да ладно? Инжин. Ну, хорошо. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Ой. Да, е-мое. Ну, что ты задел жука-то, е-пта? Жук. Жука-то внотыляет. Жук. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Беги. Беги от клопа. Жук смешной. Да ты погляди, достал ты меня, клоп, вонючка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хочет засосать меня. Давай, прыгай. 30 лет назад Фредерико нужна была моя смерть. Да ты погляди на... О, он мне шапку принес. Как вежливо со стороны жука. Хе-хе-хе. Я всех обманул, отказал сыграть свою роль и сбежал предначертанной мне судьбы. Да ты погляди, да что ж ты будешь делать. Повторяю, соберитесь. Меня никто не видит. Раз, честно, не с Джереми говорили? Я не видел Джереми весь день. Вы в порядке, детектив? Нет, не думаю. Но может... Не надо идти искать Джереми. Сейчас и меня лечить будут. Сейчас мне лоботомию сделают. Хорошо, дайте знать, когда найдете. Все, приехали. Кукуха за ролики. Это есть сам обман Джереми? Застрявший в тени катер? Не буду лукавить, что хоть что-нибудь понимаю. Да тут целый клубок психоанализа чего-то там. Да. Конечно. Так, а подожди. А что мы с вами заимели? Найдите набросок Гресс. Ищите сокровища на рисунке Грейс. А у меня есть рисунок Грейс? Нет у меня ни черта. У меня ни черта нету. Мне нужно понять, куда мне зачем за это вот сейчас. Куда присунуться и куда засунуться. Так, это мы уже сами открывали. Ну, в целом, больше нам тут вроде как делать нечего. Поэтому пойдемте смотреть. Какие двери, куда мы можем с вами присунуть. Это кабинет вот этого доктора Грея. Или как его там зовут? И сейчас здесь его нету. Здесь у нас принимает пациентов. И он отсюда тоже ушел. Ёб твою, серьезно? Пробыть не может. Да ладно, я опять на корабле. Вы что, серьезно? Вот это приходы. Приехали. Девочки и мальчики. Вот так вот. А вы что думали? В сказку попали? Ни хера подобного. Здрасте. А, вот здесь же у нас была закрытая дверь. Может быть она открыта? Да, все, я вспомнила. Вот тут мы с вами не были. Опачки, темный человек. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не, не надо, дядя. Давай дружить. Пошел нахер. Я просто зайду вот куда хочу. Фух. Так, это комната вот этого пьянчушки. Который к девочке все яйца подкатывает. Я не понимаю, что он с ней пытается сделать, конечно. Ну ладно. Что это такое у него? Момент озарения. Подсказка. Иногда мне кажется, что это место на меня плохо влияет. Что Дерсета станет моей могилой. Гроб полный вычурной архитектуры. Тадж-Махал для пьяных и депрессивных. Если здесь есть что-то такое, то же самое, что и в Докторе Грея. Мы будто притворяемся, что пришли сюда выздороветь. Когда на самом деле мы здесь обретем забвение. Или лоботомию. Одно из двух. Ой, главное, что мы сейчас патрончики понахватали. Здесь какая-то... Я так думаю, нам нужна какая-то или... Отвертка. Или какая-то ковыряшка. В общем, надо запомнить, что в комнате этого чела есть вентиляция, которую нужно будет поколупать потом обязательно. Идем в следующую комнату. Это я не знаю, чья комната. Персонаж наш тоже не говорит, чья это комната. Но... Чья-то, видать. Так, что тут у нас? Патроны. Дают патронов. Не знаю, плохо это или хорошо. Возможно, будет с жопком. Так что готовимся к жопке с вами нам определённенько. Ну, человек нам показывал в ту дверь идти. Я бы в ту дверь не пошла. Давайте я открою вот эту, во-первых. А я так понимаю, что это на первый этаж. Здесь, да. Ну, пошлите в эту комнату сходим. Раз туда вошёл тёмный человек, значит, он нам что-то хотел показать. Это моя комната? Здесь моё место? Чего? Ты сюда пришёл? Это всё по-настоящему? Знакомое число, но откуда я его знаю? В моих рук дело? Вы тоже приходите. Поверить не могу, что узнал себя. Слушай, может быть, я реально сошёл здесь с ума? Я знаю комбинацию. Я сохраню её в своём сердце. Чего? Пепел индиго. Какая комбинация? Может быть, это вот эта комбинация? 196. Давай попробуем ввести. Найдите предмет, чтобы изучить. Так, хорошо, давай. А какой? А я не знаю, что мне нужно посмотреть. Пиратский клад. Это... Вот, пустая комната. В пустой комнате от острой... Не было никакого гостя. Взгляд на мир. Ну, как будто бы вот она подсказка. А, может быть, вот это? Тогда я не знаю, какой здесь пароль. Ну, ладно. Давайте тогда на этой нотке закончим на сегодня. И в следующей серии тогда продолжим. Такая вот она у нас получилась. Код. Я подумаю, где его найти. Может быть, я что-нибудь сейчас в заметках вычитаю. Посижу. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Как вам клещи? Особенно клещ, который галантный, подал нам обратно шляпку. Это прям моя любовь. В общем, увидимся с вами. Всем пока.